приветствую всех дорогие друзья у микрофона пассажир и сегодня речь пойдет об аппарате с благозвучным названием и хищной натурой хризантема s техника не конфетно-букетного периода а плотоядное растение замаскированная под безобидный цветок в общем бр-11.0 погнали 9 p 157 2 российский носитель птур на базе бмп обладающий восхитительной огневой мощью отличной подвижностью и компактными габаритами для скрытного передвижения по полю боя превосходная маневренность и возможность преодолевать водные преграды открывает достаточно широкие возможности по позиционированию себя на местности максималку 70 километров конечно в игре не выжить но твердый полтинник возможно и прежде чем перейти к рассмотрению вооружения предлагаю поговорить о живучести и бронировании данного аппарата дабы зарубить на корню дальнейшие домыслы и надежды на этот счет что сказать ни того ни другого у нас нет то есть от слова совсем и не немножко а в принципе два бесстрашных члена экипажа оседлали ракеты эротично потихих ногами и понесли нас светлое будущее рандомных боев отсюда следует вывод который и так лежал на поверхности а именно живучесть данного аппарата составляет ноль целых ноль десятых так как наш хищный цветочек является боекомплектом на гусеницах на этом тему можно закрывать или как говорил мой командир взвода на том и порешаем теперь же переходим к самому интересному а именно к средствам обнаружения и уничтожения потенциального агрессора в букет вспомогательных систем входит рлс с возможностью захвата как наземных так и воздушных целей стандартный пнв и качественный тепловизор с хорошим разрешением из данного набора советую пользоваться только вторым и третьим пунктом ибо все что связано с рлс на данной технике реализовано из рук он плохо большая часть фишек урезана до ноля и пользоваться подобным функционалом элементарно не доставляет удовольствия область захвата и поиска рлс работает в диапазоне комариной пипирки то есть сектор крайне ограничен причем вертикальный захват это отдельная тема акробатических трюков вроде отжимания на мизинцы стоя на краю обрыва залочка через дымы ситуативно часто не работающая функция со срывами наведения в общем если хотите быть эффективно на поле боя советую использовать дедовский метод наведения руками касаемо вооружения набор скромный но зато качественный вызывает уважение и вселяет ужас у того кто встретиться нам на пути установка хризантема не складывается при движении и позволяет делать два пуска практически единовременно далее следует 15 секундная перезарядка стоит учитывать что огонь возможно вести только полностью прекратив движение так что атаки на проходах отменяются номенклатура же боеприпаса следующая первое основной идет противотанковая тандемная ракета 9м 123 с бронепробитием 1200 миллиметров скоростью полета до 550 метров в секунду и дальностью до 6 километров скорость поражения наземных целей составляет до 60 километров в час воздушных до 340 километров похоже при рождении данной ракеты и забыли поставить тормоза ибо все что попадает в радиус поражения уже из него не выезжает вторым же боеприпасом является малополезная а честно говоря абсолютно бесполезная осколочно-фугасная ракета 9м 123 f с бронепробитием 61 миллиметр радиовзрывателя у данной ракеты нет так что скромно упомянули и сразу забыли до лучших времен углы вертикального наведения достаточно хорошие от минус 5 до плюс 15 градусов из-за холмов накидывать можно при норовивших к особенностям пуска горизонтальное же наведение составляет 85 градусов наше жало не может сделать полный оборот так что держим это в голове при позиционировании и берегем тыл с молоду общая же скорость наведения достаточно высокая и проблем не вызывает также стоит упомянуть наличие pkt 762 который в игре не реализован соответственно забору покосить не удастся тоже до тактики ведения боя она проста и бесхитростна мы позиционный аппарат и эффективность зависит от выбора той самой позиции советую не играть от края карты а находиться ближе к линии столкновения заняв позицию которая перекроет разъезды противника работа по секторам и защита точек интереса позволит максимально эффективно показать себя на поле боя это пожалуй все что я хотел рассказать вам о хризантеме интересно услышать ваше мнение о данном аппарате комментарии всегда открыты как и лайки но и подписки конечно на этом все ни забора ни куста увидимся